любители смотреть и слушать анекдоты приглашаем на канал анекдоты с петухой ссылка будет внизу под видео давние стародавние времена насобирал алкаш на бутылку мелочи по 5 10 копеек и идет к астроном вытряхивает растущимися руками на тарелку и говорит вы это пожалуйста пробейте 362 кассирша говорит а в какой отдел алкаш говорит ну кондитерский блин отговор в маршрутке бабулька спрашивает сынок возле базара остановишь базара нет бабушка как нет вчера же был учительница просит детей рассказать какие у кого есть домашние животные рассказывает танечка вот у нас есть дома кот модем очень-очень забавный волчка задней парты тянет руку вот я правда не видел но мама говорит что иногда к нашему папе приходит белочка вот его мужика судят за браконьерство судья спрашивает а как вы могли уходясь на обычных куликов пострелить очень редкого желтопяточного кулика а уходник подходит к суде и спрашивает вот скажите пожалуйста моя жена на меня смотрит судья говорит а там в зале очень много женщин откуда я знаю которая из них ваша вот я тоже не знал который из этих чертых куликов желтопяточный маленький мальчик говорит матери мама давай сестричку заведем мама говорит я не против только папа не хочет а давай мы подождем когда папа уедет командировку мы потихоньку и заведем фермерша вызвала врача и попросила посмотреть порошенко а доктор посмотрите пожалуйста что-то он плохо прибавляет весе доктор говорит а почему вы вызвали меня мы могли вызвать ветеринара ах доктор не следите пожалуйста я совершенно не доверяю нашему ветеринару он такой точенький учительница спрашивает у овочки сколько будет если разделить пополам 8 буручка говорит ну если поперек то два нуля а если вдоль две троечки учительница вовочки пишет саписку матери вовочки ваш вовочка очень способный ученик однако он очень много думает о девочках и это мешает ей заниматься по настоящими важными делами мать вовочки пишет ответ обязательно сообщите если найдете решение у его отца тоже такие же проблемы подписываемся вовочка и машенька сбежали с уроков и пришли в кафе машенька говорит вовочка закажи для меня мурашные путь говорит ну ты простудишься и заболеешь нет не буду заказывать мороженое а ну тогда а кофе . вот и раз сразу после холодного мороженого кофе друг говорит вовочка теперь мать дают столько денег на обед а мою так не перехитришь она все время звонит в школьную столовку и спрашивает сколько стоит у вас обед вовочка говорит моя мать тоже постоянно звонит и спрашивает сколько стоит у вас обед друг говорит а как ты обманываешь все время вот я обманул только один раз у нас просили меня номер школьной столовой я дал ему вместо этого номера номер телефонный номер ресторана Мария Ивановна рассказывает школьникам сказку порошенок пришел к христианину и спросил у нее ухапку сена и говорит крестьянин крестьянин дай мне ухапку сена и что вы думаете что ему сказал крестьянин вовочка говорит а я знаю я знаю нифига себе говорящая свинья учительница спрашивает дети какие марки машин вы знаете ну дети начали перечислять москвич топорожец волга камаз мерседес вовочка говорит мария вовочка не бывает такой машины как не бывает вчера пришел к нам сосед принес бутылку разлили по рюмкам папа и говорит ну что петруха поехали на уроке литературы учительница дочитывает сказку и там я был и мёд я пил по усам текло а в рот не попало как вы думаете дети какая мораль у этой сказки волочка тянет руку мария Ивановна я знаю надо чаще бриться волочка начал просить у родителей маленького братика мать ему посоветовала начать лепить из пластилина талисманчики в виде маленького мальчика волочка добросовестно выполнял это задание однако исполнение желания затянулось и постепенно начал заканчиваться пластилин да и волочка нашел другие дела и вот однажды его зовут в комнату и мать ему показывает двух близнецов братишек волочка внимательно смотрит на них и шепчет про себя а хорошо что я вовремя прекратил лепить эти талисманчики учительница спрашивает у волочки вот волочка скажи вот я например говорю я была богатой а это прошедшее время а если я скажу я красивая это что волочка отвечает чрезмерная фантазия мария ивановна на уроке химии учительница спрашивает какие вещества не разваляются в воде волочка не задумываясь отвечает рыбы футболисты сборной россии посетили детский дом и это ужасно видеть эти лица которых нет даже тени веры и надежды сказал шестилетний волочка после их визита на уроке химии учительница спрашивает что мы получим если опустим два электрода в воду волочка шепчет с задней парты хороших тумаков от сварщика стоит милиционер на посту погода плохая дождь идет друг видит запросе съедет и виляет из стороны в сторону устанавливать его и спрашивает вы пьяны ну-ка дыхните в трубку вы дышит проверяет все нормально трезвый медицинер говорит а что же вы виляете а тот говорит ну мне вчера день рождения было взять мне подарил дворники от камаза маленькая девочка подходит к следующей супермаркета вы вчера ушибли сколько давали мне сдачу на 100 рублей а девочка надо было вчера говорить об этом как можно вежливее пытается сказать кассирша чтобы не обидеть девочку и сейчас уже поздно я снять а ну хорошо я тогда оставлю это себе мамочка привела сына в зоопарк и установилась в бассейна а смотри петуха вот это кит тут рядом стоял служители говорит мадам это не кид это же крокодил а нет кит тут проходит время и крокодил выходит на берег служитель говорит вот видите вышел на берег а кит и не выходит на берег дамас говорит ну вы же видите что выше значит иногда выходит летит по лесу комар веселый довольный а на встречу летит муха муха спрашивает ты чё таким веселым выглядишь комар говорит эх в лесу такая драка была такая драка ну и я тоже медведя пнул стоит на перекрестке джип сзади ему хрязь запорожий скорбатый из джипа выходит пара конкретных ребят а из запроса выходит сухонький дедок и говорит с вас тысяча баксов ну тебя значит пошаление от наглости и звонят шефу а тот говорит отдайте и разъезжайтесь но опять сосчитали ему а дед увидел на заднем джипа девочек и говорит поедут со мной те опять удивились и звонят шефу а тот говорит отдайте ему трубку ему отдали трубку и он говорит папа если заберешь девок сдам маме малький мальчик с папой смотрят цирк мальчик спрашивает папа а почему вот татенька сует свою голову в пасть льву отец говорит но если попробуешь пожить вместе с тёщей если не только туда ее засунешь один любитель жуток послал своему другу срочную телеграмму где он написал я чувствую себя прерасходно через день он получает посылку весом 40 килограммов и затаскивает его в дом открывает его открывает и смотрит там оказывается булыжник и записка вот этот камень упал своей души когда я получил твою телеграмму маленький ребенок никак не хочет заснуть мать его спрашивает отца а может мне спеть ему отец говорит да зачем так сразу попробую сначала по-хорошему приходит мужик хочу доктор посмотрите пожалуйста у меня из ушей растет морковь доктор говорит да как же могло такое случится но сам не понимаю я кабачки съел жена будет среди ночи мужа а петуха по моему где-то скрипит мышка я так боюсь что ты хочешь чтоб я его пошел и смазал два наркомана укурились на крыше 12-этажного дома один смотрит вниз и спрашивает слышь корж если отсюда пробегнуть типа долго лететь который говорит но может не 5 первый спрашивает а выжить после этого можно кто говорит да ты чё натуре сколько дней без еды и воды следователь спрашивает у женщины чем можете объяснить мадам что вы так поздно сообщили о краже вы же сами говорили что тома все было перевернуто вверхном а я сначала думала что мой муж искал чистую рубашку мужик на приеме у психиатра мужик рассказывает доктор пишет мужик говорит иногда я слышу голоса доктор пишет иногда разговариваю сам собой доктор пишет иногда мне кажется что я начал понимать женщин доктор откладывает ручку и говорит опаньки на подарок одна женщина выбирает себе сапожки ой у такие у нашей сотрудницы на работе есть а такие есть у нашей соседки муж по часа подождал надоел ему и говорит дорогая вон возьми прозрачные сапожки одеваешь это одеваешь разные носки и ты одна на весь город милиционер подходит к автолюбителю здесь нельзя парковаться здесь дом правительства здесь депутаты кругом автолюбит говорит ну ничего у меня хорошая сигнализация приходит заяц сове а сова обкумаренная и еще косой долбит привет сова привет папер так какой же я папер он серый уши длинные хвост короткий тут я смотрю какой-то ты странный папер а вот это турагентство мы можем отдохнуть а какой суммы вы располагаете 500 рублей отдыхайте тёжка приехала в гости подлетает внучек обнимает и говорит о бабушка приехала наконец-то папа покажет фокус а какой такой фокус а он сказал когда ты еще раз приедешь он залезет на стену дети играют во дворе друг из окна голос петуха домой а мама можно я еще чуть-чуть поиграю ну ладно я все по чуть-чуть и домой войска говорит отцу папа тебя к директору вызывают отец говорит ну что прогулял нагрубил разбил окно взорвал кабинет химии вот будет откуда я знаю это твой директор звонил подписываемся